В силу того, что я хожу по данному маршруту, я не занимаюсь этими вещами конкретно. Есть другие полезные для благоустройства и для города вещей, которыми я занимаюсь. Но вот это вот я хожу здесь, меня это оскорбляет вообще моего обоняния, мое зрение. Вообще просто я не понимаю, мне жалко вот этих людей, которые здесь живут, которые сами себе же гадят, потому что гадить им больше некуда. Поэтому я данную свалку фиксирую сейчас, привязываю к координатам геопозиционирования, привязываю к кадастровому участку земельному, делаю пять снимков, составляю соответствующие документы и посылаю в главное управление. контроля и лицензирование правительства Капаровского края. Что это такое? Это вообще невозможно. Значит, вот свалка находится, вот он адрес. Привязываю, вот эти дома сваливаются. Вот Кирова 3, о, Кирова 8. Наверняка с этих людей взимаются деньги за вывоз мусора, скорее всего. Скорее всего многие из них платят. Если это будет продолжаться, здесь вот в этом районе находятся около 7 свалок вот таких же. Если это будет продолжаться, если администрации вот на это абсолютно наплевать, я подключу активистов КПРФ, как руководитель информационного отдела, и мы каждую неделю, ко мне будет стекаться информация, и каждую неделю будем писать по этим свалкам. 10-20 актов еженедельно. Администрация будет получать постоянные втыки, постоянные штрафы. А скоро 23-й год. Выберут ли вот этих вот ребятишек на новые сроки? Тут впору другие сроки за такие деяния. Поэтому вот Кирова-8. Под данным видео будет описание, куда отправлена данная свалка, заактированная. Какие документы составлялись. Где оппозиционирование, привязки к местности и номер кадастрового участка. Обращаюсь ко всем людям. Принимайте участие в самоуправлении. Те, кто над вами, видимо им выгодно, чтобы вы погружались в такое состояние. Когда люди ходят, постоянно видят свалки, свалки, свалки. У них и мышление такое формируется, что они недостойны чистоты. Вам вас тыкают носом, говорят, вы недостойны, недостойны. Вы должны платить, платить, платить. Потому что маранов нужно либо резать, либо стричь. Вот здесь нас стригут. Стригут все, кому не лень. Все, кому не лень. Поэтому принимайте участие в управлении. Куда пойти? Ну, есть КПРФ у нас, есть общественный эколог. Конечно, он не обязан за вас все делать. Хотя бы заявление напиши, пока нечего. Потому что вот так у нас в леску. Никто не будет лежать на вашей стрелке актировать. Мне тут один товарищ позвонил, говорит, Роман, я говорю, да. Он говорит, ты помойками занимаешься. Я говорю, слышь, Вася, я занимаюсь спортом. Помойками занимаются твои слуги народом и управляющие компании. Это одно пудрощит у нас всех. Я готов помочь. Готов помочь людям, в вопросах решать, чтобы их услышали, те, кто надо. Механизм работы простой. В общем-то, данные акты отправляются в Главное управление, как я уже говорил, по контролю и лицензированию правительства Капаратского края. И оттуда проводится проверка, дается хороший пинок под зад, кто этого пинка заслуживает. Ну и, соответственно, все делается, либо не делается. И тогда необходимо повторно. Ну, это уже получается, уже, значит, отягощение административного правонарушения. Вот, и обращаюсь также к администрации Николаевского муниципального района. Вы, если работать не умеете, идите на пенсию. Многим вам уже пора, наверное, по выработке, да? Идите на пенсию, занимайтесь там, детьми, внуками. Пускай придут молодые и начинают управлять. Если вы не способны, не способны к управлению. Ну, а если способны, ну, давайте показывайте, что вы способны. Пинайте, пинайте управляющей компании. Надевайте хомут, натягушу, а вы и так на него уже навалили на бедолагу, не зная, что делать уже, мальчишка. Я знаю, что супруга его, бывшая, работает отлично. С красного мусора вывозится своевременно. За это не жалко заплатить. А то, что вот здесь, допустим, впихнули, вот свалили на этого бедного Антона, и что? И что он сделать должен, блин? Так вот разобраться, если по-человечески. Он тоже бедолага, там сидит в большом кабинете. Не знает, куда ему, бедному, вообще податься. Куда зайти, кому продаться. И так уже себе во всем отказывают. Пожалейте, мальчишка, пожалейте человека. Займитесь делом. Покажите, что вы управленцы. Ну, или идите на пенсию. Ну, и нижнеамурцам всем, кто смотрит. Может быть, кто-то за пределами Нижнего Амура смотрит. Я знаю, что эти видео сильно не идут. В основном, я перешел на шот-видео. Показываю наших младших братьев, хвостатых, в разных жизненных ситуациях. Посмотрел видео, поставь лайкосик. Но поставь его ближе к концу видео, чтобы YouTube засчитывал эти лайкосики. Вначале сразу в ней не засчитываются. Посмотрели видео, подумай, поделись с кем-нибудь. Мы здесь что, люди или бытные? Я не понимаю. Не понимаю молчания, которое вот происходит. Такое длящееся, текучее молчание. Нас постоянно опускают, вот, как свиней в грязь пытаются выткнуть. Ну, мы же не свиньи. И как баранов стригут, стригут, стригут. Но это же не нормально. Поставили лайкосик, поделились видео. Глядишь, и нас станет больше. И мы сделаем жизнь Николаевского лучше.